Объект номер SCP-003 Класс объекта – Евклид Особые условия содержания SCP-003 следует хранить при температуре не ниже 35 градусов Си, желательно выше 100 градусов Си В случае аварийной ситуации ближайший сотрудник должен использовать свое тело для поддержания критической температуры объекта Весь персонал, касавшийся SCP-0031, обязан пройти стерилизацию Запрещено снимать SCP-0031 с SCP-003-2, за исключением необходимости поддержания критической температуры объекта О любых существенных изменениях в активности рун SCP-003-2, включая их форму, частоту и цвет, следует сообщать в течение 3 часов после возникновения О прекращении активности рун следует докладывать немедленно SCP-003-2 должен все время снабжаться энергией через источник питания, обозначенный как генератор 003-9, см приложенную документацию для подробностей Описание, SCP-003 был обнаружен с помощью удаленного наблюдения команды SRV-04-BETA, см приложенную документацию Объект состоит из двух частей различного происхождения, обозначенных как SCP-0031 и SCP-003-2 SCP-003-1 состоит из хитина, волос и ногтей неизвестного биологического вида, схожего с удалено, скрепленных в конструкцию, похожую на компьютерную материнскую плату Исследования показали, что SCP-0031 появился на удалено раньше изобретения самых первых печатных плат Объект считается разумным, но не опасным, за исключением определенных условий, см приложения и прикрепленные документы SCP-0031 был найден на каменной плите, SCP-003-2, на которой находится и в настоящее время Руны на плите не являются частью какого-либо известного языка и мерцают бледным светом Это проявление попыток общения, интерпретированные как данные удалены Анализ показал, что SCP-0031 и SCP-003-2 имеют разное происхождение SCP-003-2 управляется внутренним компьютером, не биологическим, компоненты которого по большей части невозможно изъять без риска повреждения плиты SCP-003-2 способен целенаправленно испускать различные виды излучений, включая тепло и удалено Считается вероятным, что плита была создана с целью содержания SCP-0031 Описанные в приложении 003-01 методы позволили получить доступ к некоторым данным, хранимым в SCP-003-2, полная их расшифровка еще не завершена, однако содержимое может относиться к событию реструктуризации класса, вызванному SCP-0031 в прошлом и слэш или возможном будущем SCP-003-2 содержит внутренний источник энергии данные удалены, который, по-видимому, начал истощаться, до обнаружения команды SRV-04-Beta Возможно, что SCP-003-2 сознательно связался с SRV-04-Beta с помощью данной удалены Другие организации тоже были предупреждены о существовании SCP-003, предположительно таким же образом Несмотря на подобное проявление активности, SCP-003-2, видимо, не является разумным Данное предположение основано на удаленной отсутствии реакции на удалено, включая процедуры, проводимые командой M03-Gloria Когда температура SCP-003 падает ниже 35 градусов C, оба компонента реагируют на это Во-первых, SCP-003-1 переходит в состояние роста, что выражается в увеличении массы Это состояние делится на две стадии В обеих стадиях SCP-003-1 для своего роста, подпитывается, преобразуя окружающую материю, начиная с неорганических материалов, включая элементы атмосферы, а затем переходя к неживой органической материи, омертвившей коже, волосам, хитину, эмали, кератину и другим органическим материалам Первая стадия является, стадией по умолчанию, вторая же начинается, когда SCP-003-1 вступает в контакт с живым органическим материалом На второй стадии объект может остановить, замедлить или изменить свой темп роста, а также начинает преобразование неорганической и неживой органической материи в структуру, функционально схожую с данной удалены На первой стадии рост последователен, на второй же он замедляется на 20-90% на то время, пока SCP-003-1 продолжает находиться в контакте с живой органикой Процент зависит от сложности организма или организмов, пребывающих в связи с объектом, данные удалено подтвердили, что SCP-003-1 тратит большое количество вычислительной мощности на анализ живого органического материала Во время пребывания SCP-003-1 в состоянии роста SCP-003-2 испускает излучение, которое временно останавливает рост SCP-003-1, а если температура объекта больше 100 градусов С, то обращает процесс вспять Подобное излучение может быть получено с помощью данной удалены В приложении SCP-003-1, действуя на основе информации, полученной в результате лингвистического анализа RUN SCP-003-2 и данные удалены Исследовательской команде M-03 Gloria удалось установить связь между SCP-003 и данные удалены для изучения функций SCP-003-1 теперь следует считать разумным и держать на расстоянии не меньше километра от данные удалены и получившегося в результате, продукта Приложение 003-02, потеря мощности SCP-003-2 была компенсирована с помощью процедур, проведенных командой M-03 Gloria По приказу O-5 команда должна продолжать применение процедур Приложение 003-03, данные удалены Во время этого процесса SCP-003-1 удвоил массу и начал стремительный структурный рост Температура была немедленно возвращена к изначальному значению в 100 градусов C Рост и увеличение массы SCP-003-1 продолжалось в течение 9 минут и 6 секунд, после чего SCP-003-2 испустил излучение, которое вернуло SCP-003-1 в изначальное состояние за 3 минуты 39 секунд Лишняя масса распалась, образовавшаяся пыль собрана для изучения И SCP-003-1, и SCP-003-2 полностью прекратили видимую деятельность SCP-003-2 не возобновлял активности до тех пор, пока не был подключен к удалено, внешнему источнику энергии Руны на плите светились серым и не выказывали стандартной активности в течение 3 часов, после чего данные удалены SCP-003-2, похоже, больше не способен поддерживать температуру выше 35 градусов C без внешнего источника питания, обеспечиваемого удалено, обозначены как генераторы 003-3-9 Приложение 003-4, процедура, описанная в приложении 003-3, была повторена, и SCP-003-1 снова вошёл в состояние роста После 10 минут и 13 секунд SCP-003-2 испустил излучение Рост объекта остановился на 36 секунд, после чего возобновился с изначальной скоростью После увеличения массы в 4 раза SCP-003-1 последовательно сформировал внешнюю оболочку и тело, которое сначала приняло форму, подобную форме афиуры, змеи-хвостки, 15 метров в диаметре, включая то, что выглядело как центральный процессор 3 метров в диаметре Потом были созданы сенсорные органы, которые, судя по всему, исследовали окружающую среду Кроме того, часть места содержания была преобразована в удалено После этого SCP-003-1 прорвался на наблюдательную площадку, где находились члены команды M03-Gloria После физического контакта с ними объект перешёл во вторую стадию роста и данные удалены Рост SCP-003-1 приостановился на 15 минут, после чего продолжился Объект перестроил свои центральные части и принял форму гуманоида женского пола высотой в 3 метра с внешними, щупальцами, на месте, волос, и в области хребта После этого SCP-003-1 произвёл несколько примитивных речевых сигналов и данные удалены Неизвестный мужчина, позднее идентифицированный как удалено, появился в зоне содержания вместе с целым отрядом агентов Удалено заявил, что действует по приказу ООО-5, и попытался начать общение с SCP-003-1 Данные удалены Агент из команды М-03-Глория успешно восстановил энергию SCP-003-2 и активировал запасные генераторы, чтобы вернуть температуру к 100 градусов С SCP-003-1 принял начальную форму через 21 минуту и 7 секунд, после чего был успешно возвращён под содержание Все 9 членов М-03-Глория, затронутые SCP-003-1, получили только лёгкие психологические травмы Преобразованные части бывшего места содержания SCP-003 не распались и в настоящее время изучаются Приложение 003-05, в свете предыдущего инцидента ООО-5 данные удалены общим решением ООО-5, ООО-5 и ООО-5 Процедуры, проводимые М-03-Глория, приостановлены на неопределённое время Субтитры создавал DimaTorzok